Здравствуйте, меня зовут Рапсу Наталья, я врач, кандидат медицинских наук, а по специальности педиатр, иммунолог-аллерголог и кардиолог. Начну сразу с пяти важных фактов. Цинк – второй по объему металла в организме после железа. Он активирует свыше 200 ферментов, в свою очередь участвующих в различных процессах, протекающих во всех органах и системах. При этом, по оценкам ВОЗ, дефицит цинка испытывают больше 2 миллиардов людей на Земле. Цинк не синтезируется в организме и, соответственно, должен поступать исключительно с пищей. Но, чтобы получить суточную дозу, которая составляет 15 миллиграмм цинка, нужно съесть килограмм с четвертью говядины, или 3 килограмма баклажан, или 11,5 килограмм яблок. При этом все равно цинк, получаемый из продуктов, будет усваиваться не больше, чем на 30%. Для того, чтобы предотвратить дефицит цинка, нужно принимать пищевые добавки. Упомяну 5 важных свойств цинка. Он поддерживает, более того, укрепляет иммунитет. В частности, за счет синтеза интерферона или уменьшения разрушения лимфоцитов основных клеток иммунной системы. Если у вас высокая восприимчивость, в частности, к вирусным заболеваниям, имейте в виду, что здесь как раз у вас может иметь место дефицит цинка. Цинк улучшает состояние соединительной ткани. В первую очередь за счет того, что участвует в синтезе коллагена, основного белка соединительной ткани, который отвечает за эластичность этой соединительной ткани. Именно поэтому цинк ускоряет заживление ран, устанавливает безжизненные пряди, стимулирует рост волос, укрепляет ногти, а также разглаживает кожу. Третье. Цинк улучшает работу нервной системы. В первую очередь улучшает восприятие информации с разного рода анализаторов, зрительных, слуховых, обонятельных. Ну а кроме того, за счет ускорения передачи импульсов с периферии в центр, он улучшает, например, состояние вашей памяти или концентрацию внимания. Четвертое. Цинк способствует усвоению витамина А, предупреждая тем самым блефорит и макулодистрофию. Ну и последнее. Цинк участвует в поддержании высокого уровня функционирования репродуктивных органов за счет увеличения синтеза тестостерона и участия в процессах сперматогенеза. Если организм не получает достаточного количества цинка, он сигнализирует об этом разными совершенно симптомами. Послушайте их, и если вы услышите что-то в этом списке, то, что откликается, подумайте о том, чтобы начать принимать капсулу с цинком тиньши. Если у вас частые простудные заболевания, кожа имеет серый оттенок или плохо заживают раны, если у вас снижено обоняние или происходит ухудшение зрения, особенно в ночное время, то это те признаки, по которым вам надо обязательно подумать о приеме капсул с цинком тиньши. Принимайте капсулу с тиньши два раза в день. Если у ребенок от 5 до 10 лет, то по 1-2 капсулы, если ребенок старше 10 лет и взрослой, по 3-4 капсулы.